Ну что ж, друзья, мы продолжаем. На следующей карте это будет уже у нас Денюк, Вулкана Эдишн. Есть он добавлен, такой серьезный подкоп на длине, сразу под план Б. Ну, я думаю, команда сегодня будет его разыгрывать не один раз. И мы с вами, конечно же, за ним посмотрим. Ну и ждем, ждем сейчас возвращения Слэм в студию. Он решил, по-моему, зарядиться и взбодриться очередной кружечкой кофе. Ведь сегодня у нас очень напряженный будет день. После этого матча за третье место мы посмотрим с вами финал женский. С участием отличных игроков, девушек. Юбинайтед, бывшая СК Гейминг, и Альтернейт вместе с ЗАС и Рен из Испании. Ну, ЗАС, соответственно, из Швеции, Кати и компания девушек из Германии. Там тоже серьезная. Вообще, наверное, две лучшие команды в мире Counter-Strike. 1.6. Вот они сразятся в финале СВЦ. В женском. Я не знаю, сколько американки 2 или 3 раза или 4 уже выигрывали ЕСВЦ. Я уже, наверное, сбился со счета. Но действительно, эта игра будет крайне интересной. Ну и у нас все-таки последняя карта. Сейчас кто-то заберет третье место. Бронзу. Чемпионат мира первого дисциплиния Counter-Strike Global Offensive понеслась. Сейчас проверю ваше сообщение по поводу подвисания. Нет, ни у кого не зависло. Все работает. Все, испугали меня. Хороший размен только, что быстро произошел для американцев. Вот здесь минус от AnyFaculty. Здесь неплохой замес на пленте пошел. Kirby дает минус. 2 на 2 ситуация. Ну, вот тут, кстати, довольно сложная ситуация сейчас уже для Kirby. Потому что он остается один на верхней рампе. И, по-моему, плент не на руках, плент на точке. О, есть! Сам вышел, получил по голове 1-0 за Арии 51. Очень нужный, очень важный пистолетный раунд за атаку на Нюке в третьей решающей карте этого матча. Ну, вот теперь, конечно, все грустно начинается для AnyFaculty. Этим парням нужно будет сейчас проявить чудеса выдержки, характера, хорошие тактики, стрельбу. Для того, чтобы потащить эту игру. Ну, вот я, честно, сразу после первого раунда уже могу сказать, что игра будет явно непростая. Игра будет, действительно, для них очень сложная. И все-таки американская команда сейчас, ну, будет, наверное, пытаться не оставлять никаких шансов своим соперникам. И, наверное, это и случится. Смотрим улицу. Вот он, тот самый подкоп. Сразу все туда игроки атаки к раунду защиты. А давайте глянем, где диффенс. Ну, вот есть у нас один Семен на Б. Kirby пытается с рамп ему помочь. Вот, кстати, уже кто-то пришел. Три игрока уже на АБ. Ну, и сейчас со всех сторон. Вот под флеш взлетят сюда игроки атаки. И начнется жесткий бой. Есть минус от Семена. С Плэнт с бочки дает минус. Хорошо видит стекла. Дает инфу. Попадает неплохо. Минус три от защиты. Два в два. Очень неаккуратно играет американская команда. Остается TCK. Один в два. Лол. Что происходит? Какой ответ от немцев? Слэм, привет. Включаю тебя. Зато с Бизоном и в позиции. А, бомба Плэнт упала. Да. Но зато с Бизоном и в позиции, в принципе, разыграть можно. Есть гранаты. Молотов он там. И армор самое главное. Да, да, да. Не, Молотова нету. Это флэш. Вот сейчас он вилки проиграет. Вот вилка подошла в упор. Вот про вилку забывает TCK. Не чекнул. Не чекнул выходящего с вилки парня. Один в один. Что в пистолетке-то произошло? Как американцы пистолетку умудрились взять? А там такой, знаешь, суровый замес произошел. И по итогу на Апленте всех перестреляли. Остались вдвоем против одного бланта. Остался на А. Игрок Инфакулти остался сверху на Апленте. На средней рельсе упал вниз. И взлетел в будку и получил по голове. Как-то он сам зарашил атаку. Причем у него был плант. Вот такое. Короче. Вот и Эко. Сразу же ответ от команды не факулти. Давайте за ними смотреть. Они сейчас будет очень интересно веселить. Сейчас будет прием грандиозный на А. Как бы тут уже минус есть от Мантиса. Пришел Кирбис. О, Попа один упал в каналку. Вылез и 7 ФИС. Вот это реакция, конечно. Только-только вылез и сразу дал в голову, как сумел забраться наверх. Но все равно 2-1 с разменом. Один минус дали в лице Мантиса. Тут я смотрю, им випишечка уже у хиканин вырисовалась. Так, вообще нюк. Вот что ты можешь сказать о нюке? Вчера американцы отлетели. Не, я, наверное, хочу сказать, что тут какие-то тролли, не знаю, пропустили начало стрима. Еще пишут, что там, что, что. Мы с первого раунда с ножей покомментируют. Тут все. Что такое? Обновляйте плеер. Бывает, когда локальная запись включается на компьютере у стримера, то бывает вот такой маленький лак на секунду. Я не знаю. У меня все друзья, кто смотрит там, постоянно знают про это. Постоянно знают. Стрелочки, рефреш сразу нажимать. Только пропал, сразу рефреш. Все. Слэм. Смотрим еще один эко от Ария 51. Смотрим. Ну, тут что? Улица уже погибла от Семена и выход рамп 3. Там уже с чеком кто-то сыграл. Да, Эсма сыграл с чеком. Но вот то, что у него автомат... А, там хелпа есть. Все нормально. И Кирби, как видим, закрывает с хелпы, в принципе. Всех он тут в качестве помощника играл. Вообще на рампах можно было бы одного, наверное, оставить против эка. Ну да ладно, 3-1. Все, первый бай сейчас будет от Соединенных Штатов. Бай будет, наверное, роковой. Вообще уже второй бай. Не во втором раузе. Ну, здесь полноценный просто бай, по факту. Счет 3-1. Да, вот самое начало. В таких моментах вообще сдается темп там первой половины. И становится более-менее там ясна картина с тем, кто же будет все-таки здесь доминировать. Есть ли шансы у кого-то. Или нет шансов. Ну, тут вот с улицы. Нет, с крыши играют. Закрыто. Улицу тоже никто не занимал дефом. Только мейн заняли. Ну, мейн не пойдут пока. Смею предположить. Думаю, что все действия вот в нуле и закончатся. Все на 7-физ пошел чекать аркаду. И интересный дым. Интересный дым сразу на ангар упал. Дает флешечку сразу же на коридор. Подготавливает его. Там еще второй дым упал от игроков защиты, вроде, если я не ошибаюсь. Кирби флеш на рампы дает помощь Семену. Семен уходит вниз. Рампы пробили. Тем временем... Тут дейзет. Хико на приемнике тоже на рампах. Тискей на рампах. АВП здесь. Меня смущает Сема, потому что Семен сейчас может здесь отдать. Дать парням почувствовать волю к победе. Нет, пошли под 9, посмотри, под флеш. Ой-ой-ой, а Сема в этот момент выходит с нижнего плента. Готов сжать, а там уже все ушли. Оп, его чекнули. Там ждал Кирби соперников, но получил, потому что гранату он свои раскидал. Семен, хорош, давай, давай, минус, хорош. Минус дал. Ну, они сейчас по девятке их просто зажмут, как бы, по факту. Там 7-физ из канала поднялся. Да, все, их по девяткой закрыли Молотовым. Там, как бы, им тут выход улицы, как варик, да, и игра к мейну. Ну, вот к мейну уже пошел у нас Синг, и давайте смотреть, что будет делать. С зумом, конечно, так ходить не гоже, на самом-то деле. Не успеет он просто перевести. Опа! Минус Мантис со вторым зумом. Девятка тоже открывается. Есть дисраптор. Ну, вот дисраптора не чекнули в будке, но он знает, что там есть АВП. И опс, Синг, второй фраг, и Семен остается последний. Ну, вот Владыка и Повелитель всего мог, на самом деле, Семен зарешать в этом раунде. Ну, вот американцы грамотные, конечно, мув сделали с улицы. Ну, чувствуется, что вот команды не факультете, жиловато на Нюке все равно. Им понятно стало, что там дырка. Я имею в виду, американцам. Ой-ой-ой, что это было? Что ж ты стоишь со свиной? А, он ждал, он ждал из-под девятки его, на самом-то деле. Семен чуть минус два не сделал, Сикий малых, ЛСОВ. Ну, тут с прострелами Сема отходит, как бы, да, чтобы не догнали. Ему еще и досталось. 26 хп. Ну, и сейвит АКМ, здесь может, кстати, подзарваться. Ушел. Так, ТСК взорвался, Хика жив. Семен, Семен, да. Семен 17 хпл живой остался. Похотцал немного по концовке. 3-2 за нефакулти. Они пока вроде бы выигрывают, но сейчас, не знаю, такой раунд, который может стать очередным решающим в этой игре. Одним из них. Ну, и видим, что не так много денег. Там был сейв. Сейчас, если девайсы падают, то снова проблема. Унифакул, Тиаре 51. Бодро играет на нюке, вообще бодро. Очень бодро. Так, Семен. На вармапе парни распрыгивались. Проход улицы, Семфис. Довольно весело. В ответку флэш. Дым. Опять так, та же самая подготовка. Флэш на улицу пошла с крыши. И, по-моему, сейчас будет быстрый какой-то выход. Нет? Нет, нет, нет. Не играет тот же самый раунд. Они не будут вообще торопиться никуда. Да, им смысла не имеют. Молотов на приемник. Поджимает Асма. Через огонь и сразу... Ух, ловят его. Синк хорош. Ну, Синк там уже настрелял. 4 на 5. Немного настрелял, но выделяется. КМЛП может подойти от конца раунда. Второй Молотов. В рампах. И атака все еще. Играет холт инсайд. Ну, а что? Похолдят. Постоят главное просто с улицы, чтобы не получилось сюрпризов. Но, как видим, здесь у нас чувак. Это... А, ну, на фронтексе. На фронтексе еще один вместе с ним на будке. Так, будку подходит атака. ТСК уже тут рядышком. Вот она, флешечка прикольная была бы сюда. Здесь же ВП. Вообще не слышно ничего на карте. Сейчас полностью полный шифт от американской команды. И будет ли фейк, либо сразу пойду. Дверь открывается. Нет, будет раскидка апы. И через... И Молотов на скрипт сразу падает от Ментиса. Они не выходят. Молотов, они делают стяжку на Б. Хороший хэдшот от Хико. Открывает он рампы. Сейчас будет отстреливать Хилпу. Упал уже вниз. Забивает на Хилпу уже внизу. Вентиль не видит. Вентиль и два игрока защиты. ТСК. Хико. И Хико последний минус. Лол. Все попали, разорвали. Еще и бомбу поставили. Ну вот сейчас смотрим на деньги. Команды не факул. Все-таки один сейв был. Но остальных, наверное, ничего нет. Бублик. Да, Бублик. И будут парни сливаться. Семен, три граната дигл. Семен, три граната дигл. Больше никто не покупал. Ну, Семен сейвил. Поэтому тут понятно, почему именно он покупает. Ну, тут погоди. По 250 дисраптор взял. Потом Семен тоже по 250. Они поменялись. Поменялись. Давай, Семен дигл отдал. Забрал себе. Спрашивает. Нет, стоп. Он дропнул еще по 250 кому. Спрашивает, работают ли старые прострелы. Еще и новые работают. Здесь еще лучше, по-моему, все шьется на самом деле. Но пока как-то мало применяют. Это команды. Да, но здесь просто динамика игры, друзья, она немного не такая, как в 1.6. Поэтому тут они реально, что есть прострелы, что их нет. На самом деле, какими плавными мне казался Гоу, он быстрее. Да, он быстрее. То есть тут другая чуть-чуть динамика. Смысл игры тот же, но в другой динамике все происходит. Поэтому тут, пока вы простреливаете девятку, чел вполне возможно прошел по улице и уже режет вашего тиммейта за красным ящиком. Который стоит и тоже простреливает. Ты жестко это рассказал. Ну, реально, вкратце так ему оно и может быть. Так что... Ну что, 4-3 за американской командой. Они идут к успеху, играют за атаку, тащат, рвут. И тут опять проблемы по деньгам. Унифакулти, Фамос, Кольт, Кольт. Ну, 4 дефью закупили, тем не менее. По 400 долларов потратили. Ну, вот да, вот сейчас нет. Все, потратили полностью закупочку. Опять отдают раунд. Опять с деньгами беда. Ну, ладно, смотрим за продолжением. Смотрим, наверное, за Арии 51. Ну, по-моему, они будут через дефолтный раунд играть. Вот Семфис пошел на прострел девятки. Сейчас будет шить девять. Нет, надо левее мы видим сейчас. Очень хорошо, что у нас есть такая штука, как встроенный волхак, как говорится. И вот тут X-ray. X-ray, да. И тут видно, что надо было стрелять левее. Просто прям под железом сел игрок и смотрит будку оттуда. Надо было ему туда дать. Да, вот я такой хотел себе все время в 1.6, чтобы светились игроки полностью. А у меня там... X-ray. У меня с тем волхаком просто вот эта стенка уже не светилась. Будка, вторая стенка не светилась. Ну, у нас не было видно просто. А здесь хотя бы можно... И не видав какие места. Нужно жить над будкой, куда жать. Здесь, вот благодаря этой штуке, можно потом, ну, легко быстренько прострелы разучить. Ну, вот здесь TCK пытался прострелить будку. Тем временем идет стяжка с крыши. И улица, кстати, уже прошла. Но это будет низ. Это будет низ в любом случае. Семфис белый прошел практически в коридор. И все зависит сейчас там от него. То есть, как он здесь разыграет свой коридор. О, трое пытаются выйти лево-лево. Кирби забирает первого. Получает Адейс. Да, и там еще есть в хилпе игрок. А играет внимательно. Еще и подсадку сразу прочекали. Прикольные ребята. А в этот момент Семфис проходит по каналке. Дормозит игрока защиты, который вот-вот где ты был до этого. Мантис. И это вот этот раунд, друзья. Дистратор Семен вдвоем попытаются сейчас спасить этот раунд. 2 в 4. Но они далековато. По-моему, Дистратор уже уходит на термский респ. Сейвить туда же Семен. Семен уходит, в общем-то, в пятый раунд для Ария 51. Просто взяли пробили. Вот опять же, на Семфисе все и закончилось. Молодцы, молодцы. Классно играют сейчас с Арией 51. Ну, конечно, они были достойны, по сути, третьего места. Мы все думали, что поляки, возможно, будут играть с этой командой за третье место. Но они факулти выбили польскую пятерку. Браво, обыграли в группе. Благодаря этому вышли с равным количеством очков. Но зато поляки это первая команда по 1.6, которая целиком перешла на гол и явилась миру на СВЦ. Вот респект парням за то, что они вообще хотя бы поехали туда и выступили. Я уверен, что ребята наладят свою игру уже, я не знаю, весной. Мы уже будем видеть тех самых легендарных Нео и компания, которые будут рвать просто всех. Разрывать. Ну, или почти всех, кроме... Нет, главное, чтобы сцена сформировалась и парни были всегда в тонусе. Все будет круто. Итак, друзья, 3-5. Два раунда преимущества за Арией 51. Они сейчас могут взять вполне себе шестой раунд, если сыграют медленно. Вообще, они, по-моему, нашли ключик к дефенсу, тем, что играют инсайд и поздний выход на рампу. Вот у них это в определенный момент зарешало. Давайте посмотрим, что сейчас будет у дефа. Деф... Ну, деф 3А, 2Б. Там стандартная, скажем так, расстановка. Но здесь что стоит отметить? Эсма, опять же, с пистолетом. Стоит, смотрит. Три пистолета. Два 2А, один ЕСД Глук Кирби. Вряд ли он его сможет реализовать на все 100. Но, в любом случае, все от США зависит. Семфис вот в этом раунде очень-очень рано проходит улицу до этого. В предыдущем раунде он играл намного жестче. То есть он там долго-долго очень выжидал парня. Потом только прошел. Ему еще дали флешку там из девятки. Тут пошли сразу топить ангар. Хика минус. Кирби. Семфис помог. Ну, вот Семфис раз парился. Надо было бежать вниз. Но он тут, как видим, боится без подготовки выйти. Я-то смотрю, сейчас... Ой, какая реакция у Семфиса. Хороший хэдшот. Хороший хэдшот к Сему. Четко разорвал. Ну, и остался девайс. Плюс P250. Вот, дисраптор. Явись народу. Дисраптор, что, дождался мейна. Эсмо дал минус. Надо было вот убивать с первого захода. Но, в итоге, 8 хп и прострел из буточки. Плюс хик из девятки. Завершает свое дело. 6-3. Вот, половина набирает. Вообще, лузовый минимум взяли. Арея 51. Да даже я не знаю, что здесь минимум. Потому что... Счет-то стоит в голове старый. От 1.6. Ну, и могут сыграть еще 8-7. Вот 8-7 будет прикольно. Чтоб сразу там на вторую половину мы тут с ума посходили. Слушай, мне кажется, что здесь вообще, по-моему, будет какая-то игра очередная вхлама от американской команды. Они будут... Классно чувствуется, что американский нюк... Сделанный американским игроком. Тафа, Тафа. В отличие от первого дня соревнований, здесь они могут сыграть вдвоем на Б и сыграть Тимплейна. Так что... Плюс к этому добавляется вся их жесткая стрельба, при том, что они играют уже достаточное количество времени. Ребята, спрашивай, сколько денег за убийство? Ребят, ну, мы еще сами не разучили. Здесь есть разные вещи. Ну, короче, 300 дается обычно. Полтинник за ВП. 900 за шутганы там есть определенные. Да-да-да. Вот который бешеный шутган, который берут обычно на ЭКО. Либо там на первом девайсном, когда у соперника, и берут собирать головы. Берут собирать деньги, потому что 900 за фраг можно неплохо слиться. Раньше можно было 10 тысяч... Надо подробнее просто изучить. Пока все медленно. Ну, команды Ария 51, но они один и тот же дефолт играют, и всегда у них получается. Асма минус Си... Где это было? Уже второго отбрели. Да что ж такое? Ладно, уже ничего не получается. Возьмут 3 в 5 или нет? А нас кидали дверь. Ой-ой-ой, ТСК зажарили, просто дверь открылась, отошел 3 в 5. И стяжка на Б. Здесь Кирби, нет, не один. Здесь Эсма. Здесь Эсма принимает, Асма чекает, Кирби принимает. Вот он еще и прострелом с ящика ставит по ТСК, Эддс минус Кирби и... Уходит вниз, уходит вниз. Ну, 24 нормально, слышу. Тут еще можно будет еще побороться. Ну, 10 секунд до конца, это сейв Калаша. Калаша. Побороться за Калашей. Сейчас будет убивать игрока в углу. Минус. Хорош, Кейко. Ну, вот Дисраптору не надо было приседать, присел сразу просто. Еще ЭВП забрал. Молочага. Какой 1400 за проигранный раунд мы видим сейчас? Ну, очень душные американцы. Мне кажется, Факулти будет по силам бегать в атаке просто и так же раздавать. Посмотрим. Хотелось бы, чтобы была борьба. Напоминаем, что сегодня у нас на трансляции в эфире финальный день чемпионата мира Electronic Sports World Cup, который проходит в Париже. Ну, и сегодня Майзе третье место. Вот мы сейчас смотрим. Потом женский финал Counter-Strike Go. И потом у нас мужской финал Counter-Strike Go. Вот так вот день финалов. Все матчи БО-3. То есть до трех побед. Может быть, две, может быть, три карты. Тафа и Слэм вместе с вами. Ну, и чуть попозже будем уже запускать бегущие строчки. Напомним вам все наши социальные сети. Оп, смотри. Вот, видишь, видишь, Молотов горит и через дым видно. Я тебе это хотел показать, чтобы ты это понял. Окей. А то ты просто удивлялся, что в дым дается Молотов часто. Хорошо. Он дается как раз именно для чека. Сикс ВП пытается подбить Б. Вот тут Молотов на приемнике прогоняют его. Еще один Молотов скрип от Disruptor падает. Ну и... Есть минус уже от Семен. Семен минус два. В это время дает. Семен поджал улицу и дал минус два. Семен поджал длину прям к респауну теров. И вот так вот нежданчик. Ну, Синка пытается настреливать в дым рамп, но уже все. Нежданчик для американцев. Поезд уехал. В будку аркады тоже нету. Что же делать? Там, покажи эксприт, пожалуйста. Ага, все. Мне так проще. Окей. Смотрим за продолжением. Пока что Семен уходит в подкоп. Со ступенечек будет принимать. Сейчас Disruptor будет принимать. Здесь выход на А, но он топнул. Вот если вы услышали сейчас в будке, то может вообще прострел. Стяжка на Б, смотрим Б. Лол, нет прострела. Скрип развел, отвлек на себя внимание. Смотри, Асма. Здесь уже рампу пытаются продавить. Ну, тут Кирби защитит, я думаю. Да, минус дал. Минус от Кирби. Второй не пошел, убегает. Дайзет прошло. Уходит. Надо было все-таки А разыграть, попытаться. Да нет, сейф 2-6 снова. 15 секунд до конца раунда. Опять вот это посидело. Ни к чему хорошему не привело. А все дело в чем? Все дело в том, что Сема на морозе. Заходит на улицу, делает минус 2 на респе. И все. И американский раунд слился 6-5. Ну, ждем продолжения. Жаркого продолжения. Хочется, чтобы боролись не факулти. Хочется, чтобы не факулти боролись, а Арея 51 в меньшинстве. Хоть что-то потащило. Да, какая разница. В принципе, кто-то что-то победит, поэтому я никуда не спешу. Сегодня у нас сейчас Юбинайт от Альтернейт. Потом у нас НИПы против Вэри Геймс. Да, НИПы Вэри Геймс это вообще суперинтересная заруба будет. Так что, сегодня будет много Counter-Strike Global Offensive. Поэтому, не знаю, кто смотрит, кому интересно. Конечно, милости просим на наш стрим. Если вы уже здесь, то и оставайтесь дальше. Зовите друзей своих, приглашайте, посмотрите все-таки, что же это такое. Ну и скачайте CSGO, поиграйте, пока есть такая возможность. Поюзать его бесплатно. Веселые флешки. Веселые флешки на улицу влетают, как видим, с окна. Ну, тут сразу пошли прострелы скалы, конечно же. Дисраптор постарался это сделать. Семь фестом вообще 4 хп оставили. И 2, и 2 живой стоит. Вообще не понял, что это было? Что это было? Что за флешка? А флешка просто, походу, влетела вот сюда сразу. И все стали белые. Вон она с окна как раз. Вот сюда даже, если она влетела, там все равно все белые будут. Прикольная флешечка. Жалко, что теперь атаки нельзя на крышу залазить и сверху их там. А можно, можно. Ну, запрещено. Ну, почему? Ну, не знаю. Кто сказал, что запрещено? Кто сказал? На эту крышу ты не залезешь. Можно вот отсюда, друзья, подсадиться просто. Пошла перестрелка. Слэм, давай смотреть. Вот уже пытаются пройти улицу. Задемили респаун, дали минус. С ВП забрали Кирби. И заняли хорошие позиции. Сейчас Ария 51, оставшись в большинстве. 5 на 3. Но 2 красных. ТСК 16, 7 феста 4. В Акулте все равно все закрыто. Из девятки. Есть ТСМа. И плюс к нему. Подсадили на козырек. Сейчас очень интересно. ТСК сейчас чекает девятку. Вот какая подсадка дикая. И шьет. Ой, как Эсма облажался просто здесь. В перестрелке должен был убирать. Посмотрите, все игроки, кроме Хика, красные. Просто красные. Там реально по 3 пули каждому. И все мертвые. ХП мало. Но вот тут вместе с Сингом Семфи запирает дисраптора. Остается Мантис. Он уходит на улицу через подкоп. Не, что убивает Хика или какой-то бешеный прострел. Можно безумные минус 5 сделать. Да, да, да. Конечно. Не, но он тут точно. Если сейчас будет отход на улицу перед взрывом бомбы, то тут насобирает Мантис халяву. Я в этом уверен просто. 6-5. Седьмой раунд уже есть. У Арии 51. Опять же, это все заатакует. Ну и, скорее всего, именно американцы достойны третьего места. Все-таки. Не факулти останутся, наверное, четвертыми. А вот Нип и Вэри Геймс. Тут трудно давать прогноз. Непонятно, как пойдет игра одной и второй команды. Да и вообще, я думаю, интересно посмотреть за Гитрайтом, Форестом, Гзистом. Напомню, что на Дримхаке Валенсии они поддержали победу 2-0 по картам. Это был единственный ивент до ЕСВЦ. Счет был напряжен. Начинаем от 12-16-13, если я не ошибаюсь. Что-то в этом духе, да. То есть напряженочку. Ну и бешеные зажимы от Гзиста уже тогда народ отмечал. Вот посмотрим, как здесь ляжет фишка с этим. Да. Ну и ждем остальные команды. Ждем возвращения всех игроков. Да и вообще ждем большого количества турниров с начала следующего года. Да уже с конца этого должно пойти много чего интересного. Для начала StarLadder, друзья. Мы будем транслировать со Слэмом. Я думаю, это будет так по очереди. У нас там тоже довольно тяжелое расписание здесь на других стримах. Но иногда будем вместе на матче недели. Мы будем часто вместе. Вот что я скажу. Там пропускать нельзя, надо смотреть. Так, здесь что? Атака улицы с мейна. Дейзет. Набрасывает Хе за красный. Надо выкурить Сему. Но здесь есть Мантис. И Сема с Мантисом, в принципе, минусовой сделали. Задымили Синга, чтобы он с ВП ушел за красного. Ну вот удобная позиция за красным. Ангар смотреть. Но Сема сейчас смотри, что делает. Вот в упоре за красного встает и ждет пуша в мейн. Семфис вносит Кирбиф тем временем. И Семфис... Семфиса оставляют. Вот непонятно, Синкс тянется или нет. Хико с дверей смотрит по Сем. Ходить в любом случае американцам, они это понимают, будут сидеть, наверное, еще. Ну, они и так сидят. Смотри, смотри, Семфис, да, Семфис тянулся вслед за тиммейтом. Еще попростреливал Ангар. Подошли все под инсайд. Три игрока есть. В будку заходит Хико. Сам выходит с цепом на морозе. Знает, что на будке игрок сложил. Опа! Минус Дисраптор просто без шансов. Бомба ставится по 9. Дым ложится на плент. А, дым в 9. Хе в 9 тоже пошло. Ой, их сейчас взорвут в девятке. Выжил. Семен минус дал Семфис в подвале тем временем. Сик, ТСК, минус СУ. Это отлично. Матис последний. Знает, что он в вентиле. Минус Хико. Ну, тут да. Тут просто позицию уже зарешали. Хико, Хико, Хико. Еще раз Хико могу сказать в этом раунде. Он просто красава. Распечатал все, что можно. Просто все. 8-5. Первая половина достается команде Арея 51. Ну и последние пару раундов. Да, давай посмотрим, что будет по концовочке. Хочется, опять же, борьбы. Может быть, сейчас Диффенс проснется, как только сыграют этот эграунд. Хотя бы 9-6 было бы неплохо. Команды не в факулте. Ну и это третья карта матча за третье место. Напоминаем дальше про расписание. У нас БУ-3 женский финал. Юбинайт от бывшей СК против Альтернейт. Против Альтернейт. Против ЗААС, Компании, Игры и... И... И Кэти там... Ну, короче, Нипвергеймс после этого пойдет уже вечером. Финал самый главный, которого мы все ждем все эти три дня. Кирби успевает забрать Сига. Дейзет минус два. Тем временем, дистратор Мантис. Открыли. Рампу вот надо АВП оттуда унести хоть как-то, чтобы она не досталась. Мантис на приемник убежал в спину за игроками, которые двое пошли на рампу. А двое в это время... Собирает АВП. Ой, щи, мажет. Опа, в воздухе. Эйршот. Вот это наказал. Этот Дигл просто он нормально ставит. Посмотри, тут паника. Он сейчас пойдет их поубивая. Там, иди, иди, давай, будь смелее, братан. Нет, стейф, бомба, стейф, бомба. Бомба ставится. Бомба ставится. Дает флэш. Окей, минус, все. Ну и тут последний будет Дисраптор сейчас по каналке показывать нам Сильвестра Сталлоне. Играет как неудержимый просто. Да, вообще неудержимый. Оп, такой, смотри, дали ему зайти просто в коридор. Не знаю, надо было изолировать. Он еще взял, отстрелил в Хика. Между делом, так знаешь. Сейчас пойдет второго, еще застрелит. А второй в ложный ушел. О, флэшки. Услышал флэшки, что летят, отвернулся. Красава. Опа! Ты подарил АВП, походу, да? Или что, подарил? Не пойдет, да. Или АК, это АК или АВП вам подарил? Я не видел. АК, АК, АК все-таки досталось Дисраптору. 9.5, друзья, и, ну, надеюсь... Секей засейвал АВП. Короче, много денег у Арии 51, не факултей, тоже с девайсами. Плетка у Мантиса. Он взял плетку. Смотрим за этим девайсом. На самом-то деле она еще сильнее стала, чем в 1.6. Но сложнее с нее стрелять стало. Да я бы не сказал. Она, знаешь, такая бодрая, кстати. Бодрая. Вот давайте смотреть за Мантисом. Включил? Конечно. Все, смотрим. Я просто думаю, откуда ты чат читаешь, а потом смотрю, что ты в Овне, где его читаешь. Вот это вот. Да. Порадовало меня. Честное слово. Ну что, Мантис? Кирби. Дисраптор. Нет, там минус 3 просто Мантис. Без Мантиса. Без Мантиса. Быстро поменяли ритм игры Арибис. Это один и были наказаны. 9.6. Вот, быстрый прием. Без Пакеры. Черт, даже выстрела не сделал. Гудхелф, друзья. Гудхелф написали команды. Эх, ну хорошая половина. Для Нефакулти, для Ария 51. Особенно для Ария 51. Хотя 10.5 вот выглядело бы поприятнее, наверное, да? Чем не 10.5. Ну а я пока вот почитаю, что там Халти Верк нам расскажет интересного. Ризен Гейминг там за третье место тоже играет. Финал 12.6. Ну да, да, да. Мы по-любому посмотрим женский финал, а потом будем смотреть уже финал мужского Counter-Strike. Ну по расписанию через 14 минут должен начаться матч Ubinaid Alternate. Скорее всего, этот будет матч, как только закончится матч за третье место. Американским зрителям, я думаю, будет очень интересно поболеть за своих девушек, лучших в мире девушек по Counter-Strike. Ну и Alternate. Тоже очень классный состав. Лучшее, что могли собрать в Европе. Но опять же без вот наших российских девушек, которые в принципе могли создать вот серьезную пикетку. Я хочу, чтобы Sony вернулась в Counter-Strike вместе с Tatoo и устроили в Go супер-мега-врыв. Вот это было бы самое, наверное, офигенное. Я, кстати, спрашивал у Tatoo, она играть сейчас уже не собирается. Такие вот дела. Так, слэм, планируется ли StarLadder, DM, CSGO с картами приближенными типа 1.6? Есть, ну, если будет, если будет возможность. То есть с картами вопрос какой? Я считаю, что глупо там какие-то свои вставлять карты на свой турнир, потому что есть карты вот общепринятые, да? Пусть на них лучше все играют. Это лучше для сообщества. Так, перестреливается на улице в ангаре пока что. У Days of 19 хиллсов остается. Семфис уже по подвалу тут пытается сейчас атаковать. Может быть, выпаясь на игроков атаки. Влетает, его слышит, пытается за красным минуснуть. Есть минус за красным. Семфис на морозе поднимается. Опа! Факулти! Пропушили улицу. И сейчас Дисраптор, Дисраптор с нуля будет играть. Хико Аркадий в этот момент с радио. Но нет, передумал, не пошел. И здесь... О, Семен минус 3. Какой он качот поставил. Все, все, тут сейчас будет выход мейн. Выход мейн, либо на раму пойдут по 9. Хико, Хико в упор. Стягивается Хико в упоре, не сдерживает атаку. И Факулти пока... Как-то Сикей быстро на B оказался. Три в одного. На улице. Ну, тут просто в каналку нужно было упасть Сикей и все. Ну, и в итоге здесь что, под 9 прошли игроки атаки. Они будут выходить уже полностью на ТСК и внизу. Развели ТСК, да, он не знает. Они об этом знают просто, что он внизу. Они не знали. Ну, как не знали? Они знали, что один там тип внизу точно будет. Да он на А в девятке. Не в девятке, а на задней рампе был. И он там перестреливался. Так они-то создавали давление как раз под B, когда там... Пушит, стрелили как бы, да. Хико их спалил двоих. То есть ТСК, естественно, стянулся вниз. Сейчас они знают, что его ждать с будки. Можно, да, будка вот перекрыта. Перекрыт также дым и каналка. Бежит, 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 упал. Печально пробежался. Итак, 9-7 пистолет. Ну, помним, как в прошлой половине начиналась игра. Супер пистолетка, потом супер эко-раунд. Может быть, сейчас Ария 51 ответит, не факулти. Эко-раундом взятым. Все на УЗИ, посмотри там. Все на УЗИ у не факулти. Вся команда. Это немецкое побоище сейчас будет. Смотрите у них за спиной все хузики. Покажи там последнего. Так. Армия. Армия с УЗИ. Армия с брызгалками. А, вот еще МПшка. МПшки. Так. Выход сейчас будет на Синга. Чуть не привык к новому оружию, но я думаю... Ой, Синг в ангаре. Ну вот открыться надо было. Надо было открываться. Да все, там уже все пробежали. А, не под флеш, а не под флеш. Влетели. Ой, как хорошо. Синг вообще бежит в спину, там ничего не замечает. Вот тут уже начекали. Ой, 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 ой. Сейчас вернутся, порвутся здесь брызгалки. Да-да-да. А там, смотри, там просто толпа желающих на раздачу. Хотя Хика отстреливает. Три в два, три в два, три в два, атафа. Тут еще Кирби есть, спокойно. Он сейчас... Они длинный, да отбили, длинный отбили. ТСК сравнял. Эсма вместе с Мантисом вдвоем на Б ждут. Ну, по жизням гораздо лучше, конечно, у нефакулти. Тема в том, что там бомба упала. В итоге Эсма влетает. Минус 7 фис. Ну вот ТСК еще... Все, бомба пошла. Устанавливается, знают вентиль. Минус. Хорошо, хорошо. Зря он упал. Смотри, видишь, они хоть и поумирали, но зато, по-моему, каждый сбрызнул какие-то, дал по минусу. Это по 900 баксов для каждого. Ну, не факт, что 900, но... Не факт, да, не факт. Не факт еще. Проверим. Проверим. Просто... Экономическую теорию надо проверять. Да нет, просто там тема в том, что можно сделать как угодно, чтобы денег давалось. Просто в обычном competitive режиме, если играть, да, искать там 5 на 5 финды гейм, скажем так, сыграть микс, да, то там дается вроде 900 за дробовик, это точно. Ребята просят сделать здесь 720, жмешь бы скваль, и тебе это 720, извините. Так. Ну что тут на улице? Опять все встали от одной флешки, Семена сразу нахелили. Нет, тут, слушай, жесткие американцы, а? Вот Синг... Ну, Синг, понятно, он игрок с АВП, второе оружие у него на уровне. Ой, выходит лево-лево, а зря здесь засада плотная. Ой, 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 ну выходи, что там за ящиком стоит. Ай, вот что такое играть без флешек. На улице, на улице, нет, не режут, все нормально. Не режут, и вот не справился Дейзит здесь тоже с последним Мантисом. Ну, есть АКМ, подожди, 2 сотых у защиты, 2 в 3 в меньшинстве, у Мантиса УЗИ, и 2 калаша, посмотрите, Сиг уже ушел на Б. Там под девяткой, да, все тусовки? Да-да-да, под девяткой, выглядит с тусовкой, тут поджимает в спину игрок защита, это ТСК, ну, попадает по Мантису, но плохо. И Сингу здесь нельзя вообще топать просто, даже создавать какого-то видимости своего присутствия. Ему надо очень медленно пройти и желательно не стреляться сразу, потому что тут надо заходить к 2 в спину. Но вот он опять не выдержал, понял, что надо убивать, почему, не ясно. Он же знает примерно, что один еще на девятке стоит. Ну, наверное, будет сейв девайса. Я бы сейвил на его месте, так как он американец, а они любят это делать. Видимо, он засейвит, да, побежал, побежал. Ну, Б, конечно, Сакая еще можно было бы выбить. Да хотя он бы на, если девятку убивал, один на один бы с пунктом оставался, но вот... Да не, тяжело ему все равно, но... Лучше засейвить калаш, может, он любит калаш больше всего на свете. Но тут в любом случае 9-9, это ничья, и все повторяется на той карте. Ну, борьба, это уже хорошо. Всегда хорошо, когда борются парни. Но все-таки более выгодной все равно ситуацией находится Ари 51. Они играют в защите. Уже последняя половина, возможно, если не будет овертаймов этого матча за третьим местом. Ну, и тут кашина. Все в их руках. Есть АВП у Сига, он дал дроп АКМ кому-то из своих парней. Не знаю, кто это будет сейчас. Но в любом случае смотрим важнейший раунд по экономике. Немцы понимают, что им нужно брать. Ну, Ари 51 понимает, что им нужно не дать это сделать своим соперникам. И Аркада дверь, 4 дверь пошли. А Семфис сразу дает флэш на плент. Испланта будет разыгрывать. Дейзет минус 100. Все, атака падает. Атака просто падает, выходит на перекрестный огонь. Семфис дает минус 2. Там еще граната от Дейзета. Все белые, все слепые. Это плотный сбор. Немцы танцевать готовы. Мистратор на ноль убежал. Все. Нет, там очень четко отрезали, не дали выйти. Отфлэшили, приняли и без шансов. Там чаще всех сыграл Дейзет. Вот самое главное, что он аккуратно спрыгнул. Ему дали инфу сразу, что дверь. Вот прямо реально. Дали инфу. В этот момент взрывается скрип. Дверь граната открывается, а не надо Ешкой? Она нет. Его просто взрывают вообще. Его просто взрывают, и скрипа нет весь раунд. Нет скрипа, нет проблем. Она разлетается, да? Да, она разлетается полностью от гранаты. Класс. А ты думаешь, я понял, как им девятасы делали. Я тут вчера увидел интересный мем из видео, где Кубин запер дверью нави в четвером. Вот. И я буду надеяться, что Кубин здесь тоже будет экспертом по общению. Уже первый минус пошел. Эк-раунд унифакулти закончились деньги. По улице на рампу пытаются выйти. Не дал зайти. Тут сейчас очень удобно делать сприт-пэр. Тихо, тихо, слышит опыт. Тихо, 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 тихо. Он вот сейчас слышал просто кучу-кучу топота, и в итоге там походу отошли. То, что Дейзи там раздал на улице. Да не отошли, тут один Мантис остался. Он есть там. Мантис пытается убить парня на рампах. Хико дает хэдшот. А 11-9. Плохая экономика не факулти и хорошее настроение для Арии 51. Очень хорошее. Что нас ожидает? Два раунда преимущества. Это мощно. Очень мощно. Так, ну сейчас посмотрим, как деф сыграет. То есть все сейчас от Арии зависит. Если они сейчас выбивают еще раз девайс, и они будут ставить бомбу, то это уже будет огромное преимущество. Мантис будет играть с ВП в атаке. С ВП в защите играет Сиг по-прежнему. Ну и мы видим, что команды вообще по ходу этого чемпионата не боятся поиграть с двумя ВП. Некоторые играли с двумя ВП в атаке. Ну да, надо пробовать. На это сейчас все смотрят. Все будут потом пытаться делать так же. Хорошо останавливается выход Молотовым, конечно. Тут быстренько с дверь не выйдешь туда. Один Молотов, все, отдыхайте. А, ну там как бы с мейна ждут. Прямо на заход на улицу готовятся. Ну вот тут с другой стороны АВП стоит. Тоже ждет точно так же игрока в мейне. Еще один Молотов на дверь. Просто по КД залетает от защиты. Ну и дверь по-прежнему открыта. Мантис по-прежнему выцеливает пристройку. Друг друга вот ждут парни. И вот у кого просто вот сдадут нервы у первого, тут наверное и проиграет. Сейчас посмотрим. Ну да, все будет зависеть от одного. Кто кого пересидит. Реально, от одного стрейфа. И вот он стрейф пошел, флэш пошла на А. А Мантис завтыкал в это время, а двойной зум дал, даже не стрелил. Что это было? Что за темное пятно пробежало передо мной? Нога чесалась у парня в это время. Не мог он стрелять. Так, залетает дым сейчас в мейн. Ой, в мейн в будку. Скрип ждут на контакт, но зря, зря. Там, кстати, стяжка с улицы. Чек улицы также есть еще со скалы, поэтому... Так, на АБСик. По-моему, попался ВП в Дистраптора. Давайте проверим. Нет, нет, не вниз. Нет, это очень медленный раунд от немцев на самом деле. Здесь уже американцы начинают нервничать. Готовят Молотовы, но входа-то нету. Стяжка рамп, стяжка рамп от одного игрока. Там уже нашивается контакт. Есть контакт на рампах. И будет выход туда. Проходит Дистраптор. Ну, АВП вниз убежала. Все, все. Заняли желтые бочки, но... АВП ушло, и слава богу. Главное, чтобы на минус один хватило. Там Дистраптора накоцали просто. Его сначала попало АВП, потом еще туда под него гранату. Там почти закинули. И у него 20 КП осталось в итоге. Как он живучий гад такой. Потому что Мантис пришел тоже с АВП. АВП на планте. Дейзет минус дает. Минус от Синга. Минус два от Синга. Ну, Синг с асистом там зашел. Сейчас еще один фраг сделает по-любому на вилке. Просто тут не хватит префайра, чтобы этого парня выкурить. Семфис минус. Отличный дидэ. И посмотрите, все. Рампы ложатся. Остается там посреднего. Прошивают. Семен остается. Давай, Семен. Семен будет пытаться убивать. Хорош. Хэтшот Семена Семфису. Все. Поставил Семфису, но не убил. 12-9. Хороший дефенс от АР-51. Не факулки. Крайне медленный раунд. Там уже американцы нервничать начинали на. Готовить стали молотов, но по таймингу выхода нет. И потом контакт рамп. Вот самое главное на рампах это вовремя уйти. Когда ты вовремя уходишь, вы можете... Все в ваших руках. Всегда. Вот за деф вы можете взять и убить всех. Как это сейчас произошло. Так что если смотрите рампу, уходите вовремя. Лол за админс. Что произошло? Там какая-то надпись. Сервер испауз. Please contact. Администратор. Вот. Ну, море удовольствия, наверное, сейчас получают команды. Ну, не факулки эко. Что ж, вот она экономика. Шаткая. Отдача 13-го раунда АР-51. Ну, не ясно, вот куда ушел Дисраптор. С места своего. Видимо, ВП-9 от Синга. Интересно. Опа! Минус от Синга, минус. Первая утка пошла. Ну, второй утки, наверное, не будет здесь уже. Тут просто все встали. А, вот здесь еще есть подсадка. Смотри, вот она. Сюда подсаживается чувак. А потом отсюда запрыгивает вот сюда. Что-то вроде этого. Да, я понял, понял. Ну, тут без шансов хороших. Это все. Вообще еще В. Вот здесь вот есть подсадка, друзья. Вот здесь стоит чел. Другой стоит с флешкой под ним. И можно подлететь прямо вот сюда. Встать вот здесь. Но здесь только какой-то конкретный угол. То есть здесь не все. Какой-то конкретный угол можно только запрыгнуть. Но вам не видно вот этого всего. Ну, и ангар, конечно, великолепные флешки. Здесь все в дыму вот так вот. Ладно, смотрим. Давай, наверное, с Дисраптором. Что он сейчас придумает против Пятерых с пистолетом. 13-й раунд для АР-51. Это один, по сути, и три раунда до третьего места на ЕСВЦ 2012 в дисциплине Counter-Strike Global Offensive. Ну, и после этого женский финал. Нас ожидает. Юбин Найтед сыграет с командой Эльтернейт. Это будет тоже что-то интересное. Бо-3 матч. Я предлагаю к женским турнирам по Counter-Strike привлекать каких-то производителей косметики. Косметики? Да. Я считаю, что это будет прикольно. Я предлагаю привлекать девушек-комментаторов. Ну, тоже, да. Чтобы так эмоционально тоже они комментили. Болели за своих. Как мы за Na'Vi, так и они за. Только чтобы они комментили, они сидели... Na'Vi! Да, очередной припадок от Слэма. Да, да, да. Не обращайте. Давай смотреть. 13-9. Сейчас будет 14 раунд у американцев. Если он будет, то это печаль. Хотя там что-то быстрое планируют немцы. Два улицы уже проходят. И Сингу пока не удалось зачекать. Да, все, Синга зафлэшили. Это проход улица. Вот меня раздражает. Я весь белый Тафа. А я опять ловлю флэшку, когда смотрю вообще на карту. Я же тебе говорю, сейчас комментаторам будет очень тяжело работать с Counter-Strike Global Offensive, потому что эпилептикой можно встать. Да, да, да. Тебя зафлэшит по итогу чемпионата. У меня белые пятна в глазах появятся скоро. Просто прямо в зрачке. 3-3 ситуация. Неплохая атака получается у немцев. Минус Сик. И Семфис и Хико остаются вдвоем. Зато один Молотов там дал демейджик. Один пристройка, один будка. Либо от двери будут выходить еще с игроки защиты. Вот они уже вышли. Уже Семфис пристройки. Шьет бланк. В дым попадает. Накоцал чуть-чуть Кирби. Очень чуть-чуть. Дает флэшки. Хико минус Кирби. Все, там отвлеклись на будку. А будку... Ой, Семфис, шот Семфис своего тиммейта простреливает. До одного холса. Что ж ты делаешь? Вообще. Вот это подлянка, друзья. Булевой тимплей у американцев. Давай я уже убей его туда. Идите, идите, сносите как-нибудь. На морозе открывается второй тимп. Боже мой, просто. Исправился, исправился. Исправился Семфис. Как эти парни еще играют вместе? Как? Объясните мне, как? Почему? Почему, когда два на планете, он простреливает своего тиммейта в мейне? Объясни мне это. Зачем он это сделал? Я не знаю. Ну, два-два. И вообще так вот не сыграно бывает. Причем, ладно, раз нашел. Он раз ему, два ему, три. Тот тоже не поймет, что его шьет свой. Ну, конечно, жесть. Но зато потом два хэдшота. Лол. Сам орет. Там, наверное, Мантис тоже смеется с него, со своим тиммейтом. 14-9. Два раунда до третьего места. Команды Ария 51. Это да. Ну и, кстати, деньги там последние пошли у атаки. Это была бомба. Есть на закуп. Наверное, что-то опять быстрое сыграют. Да, дым в ангар сразу залетает, чтобы синга изолировать. Ну, вот они надеялись на него. Очень сильно, видимо. Дисраптор что-то задумал. Да-да-да. Да-да-да. Это А. Это А. Это А. Вот он занимает позицию. И ждем флэш. Семфис уже на планте. Ждет своих соперников. Идите ко мне. Шьет будку. Рлоуд. Нет оттоки, нет? Не-не-не-не. Я жду, вот что, вот сейчас все зависит от парня на улице. То есть, любом будет раздавать флэшки вот сюда и будет выход на... Любом просто стоит на углу и... А он по телефону разговаривает. Не, он хочет, видимо, еще прострелить что-то. Как я понимаю. Вот ему надо прострелить вот этого парня. И он, по-моему, сейчас будет пытаться туда попадать. Не, вот она, флэш. Флэш готовится. А там атака подошла вообще? Да, атака подошла, атака готова. Флэш пошел на плент хорошо. Да-да-да, флэш, вот, флэш вообще вошла вот здесь. Здесь она убили, он не понял, что это было в этом. Ну, кто там Дейзет раздал хорошо, ДСК на пленте. Ну, девяточку здесь закрыли, как бы... Ну, почему-то фронтекс не убили, и это, в принципе, решило. Надо было фронтекс брить. Что за фронтекс? Это что у тебя? Ну, вот фронтекс, это вот эта вот штука. А, таковой не видели в это время. Они воевали все с девяткой, там. Флэшка вот, она вот здесь упала. Вот он, походу, ее вот отсюда с этой позиции дал. Причем не он не стрелял, не фронтекс не стрелял, не этот не стрелял. Не, вот Нипы, когда и ВГ вчера Нюх играли, они давали две флэш с улицы. Одна падала всегда сюда, вторая залетала где-то здесь. То есть вот нужно еще понять, может ли она залететь сюда. Но в любом случае там девятку-то изолировать можно вообще из, я думаю. 15-9 матч-пойнты. Матч-пойнты для команды Ария-51. И сейчас все может закончиться. Ария-51 может выиграть третье место. А у Факулты деньги последние, ничего уже не осталось. Да, но у нас на стриме будет такой коротенький перерыв, скорее всего. Потому что совсем скоро будет игра, уже есть ЛТВ на Юбинайт против Альтернейт, на самом деле. Ну да. Итак, ну что Синг у нас пока просматривает? Ой-ой-ой. Там где-то упал дым, Синг дает молотов сразу на радио. Опять, опять та же самая схема атаки. Снова флэшка, давайте посмотрим, как она залетит. Так, ну разбито. Ой, Синг взял, сжег радио просто. Пошла первая. Вторая. Ну да, две флэшки в одну точку он дал. Но они, по-моему, какие-то... Хотя, не, нормально, решили выйти. Эсмо дал размен, но здесь преимущество, естественно, за защитой численное. И это... Победа! Бронза! Это бронза для Соединенных Штатов на чемпионате мира. Друзья, и немцы оказываются четвертым местом. Ну и, если я не ошибаюсь, 4000 долларов игры батарея 51. С чем мы их и поздравляем. И, друзья, уходим на короткий перерыв. Скоро вернемся. Ждите, ждите, ждите. Ну, в принципе, вообще по расписанию две минуты назад должен был начаться женский финал. Может быть, он уже начался. 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 Вся у нас небольшая пауза, и мы возвращаемся в эфир.